3. Слушаться и подчиняться У нас есть понятие «слушаться и подчиняться правителю» и противоположное ему – ослушание, выход против правителя, демонстрации. Слушаться и подчиняться кого? Правителя. Однако у нас есть ограничения, у Ахли Сунна. Прошу Аллах, чтобы мы были из них. И подчинение во всем, кроме ослушания Аллаха. Нет подчинения творению в ослушании Творца. Нам приказано слушаться и подчиняться во всем, кроме ослушания Аллаха. Братья наши, проблема в том, некоторые люди порицают кого? Кто из течений, у них нет послушания и повиновения? Хариджиты? Отлично. Хариджиты. И вот первый выход против правителя в исламе. Каким образом он произошел? Он был языком, то есть словами. И кто его сделал? Зульхуэйсера. Что он сказал? «Будь же справедлив, о Мухаммаде». Сами слова истинные, правильные. «Будь справедлив» – правильные слова. Однако он подразумевал под ними ложь. И слова Хариджитов – правильные слова внешне. Но подразумевают они под ними ложное. Говорит шейх ибн Ахтаймин, да будет доволен им Аллах. Не может быть такого, чтобы произошел выход против правителя мечом, кроме как ему предшествовал выход против правителя языком, словами. И вот сейчас, если ты подчиняешься и в малых вещах, то это значит, что не может быть такого, чтобы ты вышел против правителя большим выходом. Хорошо. Нарушил знак или светофор? Да, нарушение предписаний знаков – это выход из подчинения. Подчинение же должно быть в благих вещах. А для чего установлены знаки? Для того, чтобы обеспечить безопасность населения. И вот сейчас, что утверждают некоторые люди? Хариджиты. У них что? У них ослушание. И вот этот, который нарушает предписание знаков. Это постепенно, постепенно, постепенно приводит его к чему? К тому, чтобы выйти против правителя с оружием. Он нарушает знаки. Некоторые люди, чтобы объяснить тебе, скажу, послушай, документы, которые необходимы для получения суды от государства, то есть суда на строительство дома на своем участке, я не знаю, как она у вас здесь называется, что касается документов, то их очень легко сделать. Определенный офис оформляет тебе полный пакет документов. Затем ты предоставляешь документы государству, они дают тебе займ. И говорит, сделаем документы. Такой человек призывает к прицаемому, такой призывает к выходу против правителя. Такой выход не подобен тому большому, но это его начало. И приучай себя к послушанию и подчинению, насколько ты это можешь. И каждый из нас обязательно... То есть каждый из нас совершает грехи. Некоторые люди сами грешат, осушаются. И что? И других также призывают нарушать. Нет же. Давайте будем, насколько мы можем не нарушать. В один из дней я ехал в автомобиле вместе с этим нашим братом. И мы ехали по дороге. Каждая машина мчалась по этой дороге. Все машины мчались по этой дороге. А наша дорога, наш путь был с этой стороны. А этот не едет по этой полосе, по этой дороге. Я говорю, о, брат, зачем ты не перестраиваешься? Он говорит, ты не видел указатель? Причи стола. Все эти машины, они не видят указатель? Что въезд запрещен? Да, есть там знак. А все эти машины, что? Он говорит, послушай, что касается меня, то меня не волнует они. Меня волнует то, что на мне самом. И я еду, даже если я потрачу время, бензин и так далее, то я возьму свою расчету Аллаха. Он научил меня, клянусь Аллахом. Потому что сейчас они, хариджиты, и я хочу обратить на это внимание. Да, ты дал правильный ответ. И вот они, хариджиты, смотрят прямо сейчас на тебя. И если ты сделаешь небольшое ослушание, они говорят, вот, это выход против правительства. Маленькое ослушание не такая проблема. Однако, возможно, за ним последует большое ослушание. Приучи же себя, если ты что-то нарушаешь, проси прощения Аллаха. Некоторые люди не представляют себе, что нарушение знака является ослушанием правителя. А должен ли кто-то в этом сомневаться? Бывают такие нарушения, которые связаны с человеческими жертвами. Шейх Абин Бас издал фетву, что если кто-то нарушил знак или светофор, после чего погиб, то такая смерть — это смерть самоубийцы. Избавь других людей от своих ошибок. Я думаю, а Аллах лучше знаешь, что нет никого из нас, кто бы не нарушал знаки. Правда же? Однако не нарушай знак, и потом еще говори, я постоянно нарушаю этот знак. Или говоря кому-то, у нас есть изобретение, посредством которого ты можешь пересекать светофор или знак, так, чтобы тебя, как у нас говорится, не засекала камеру видеофиксатора. Следовательно, обязательно подчинение. Не слепое подчинение прям во всем, а подчинение во всем, кроме ослушания Аллаха. Потому что люди относительно этого вопроса, вопроса подчинения, подразделяются на тех, кто чрезмерствует и проявляет халатность. Из них те, кто заявляют о необходимости подчинения даже в ослушании Аллаха. И есть те, кто ослушаются, мы просим Аллаха о безопасности и благополучии. Это подобно хавариджам и тем, кто соответствует им. Хорошо.